всем привет дорогие друзья продолжаем ходить хогвартс легаси и я наконец-таки нашел в хогварте одну статую этой деми маски в общем то повиси кошак мы задаем пытаемся луна эти здравствуйте мистер приветствую вас как идут дела с поиском статуэток деми масок вот еще несколько лун от одной мысли что этих статуй больше нет не сразу полегчало я ведь обещал помочь вам поработать над отпирающими чарами когда мне будет достаточно лун теперь вы сможете взламывать замки покрепче и все же мы пока не знаем чьих рук дело эти статуэтки и эти мерзкие фигурки то и делом не попадаются больше если вы принесете мне еще лун я научу вас самым сильному запирающих чар известных волшебникам во всяком случае самым сильным известных мне так новое заклинание аллахомора получается сколько теперь надо терите нам 13 штук да а кстати как пока нас не было давайте-ка это самое пока круче бегала тут даме маску сраную искал где сообщение себастин и села вот это вот третье сообщение короче он пытался расспросить омениса насчет скриптория но ничего от него так и не добился и ждет нас у входа в гостиную слизарина ему надо поговорить это сообщение мне пришло собственно не под записью а куда я пошел то куда я пошел то зачем я пошел там нежно до задания об поболтать собственно с себастином давайте сразу теле пыхнемся куда-нибудь у нас здесь у меня опа опа гостиная слизарина сразу так бац и мы там это прям мгновенное мгновенное перемещение будет хотелось бы конечно прям бесшовных но он чё есть то есть здесь отлично ты где себастье на тебя не вижу короче ладно давайте мы тогда отбежим чтобы она мы его типа не видели или надо подождать или не надо ждать а подождать о чем тогда с нами болтал типа он прям в тот момент когда мы пришли он исчез да это очень странно я получил твою сову чё случилось с аминисом я сказал ему что мы не сможем вечно избегать темной магии и чем больше мы будем знать о салазаре слизарин и темных искусствах тем лучше мы подготовимся увы а местонахождение входа в скрипторе известно только мраксом а у меня с не хотел мне говорить надо бы с ним поговорить тебе попробовать кэш можешь но особой надежды не питая у меня все прям пиздец какой ничего нового я знаю где я тебя проведу а дальше уже дело за тобой пойдем здесь свой он там ну пойдем ты бегать можешь отлично будь начеку никогда не кто может тебя увидеть хотя раньше от нас не останавливала строго говоря останавливал нас поймали проклятый полторгейст него одни проблемы пивста да еще черт вон он удачи чё ты здесь делаешь привет оменис есть минутка чё дело чё ты себастин задумал этот раз я хочу извиниться перед тобой минус я солгал тебе насчет крипты себастин показала ему он хотел что у меня было безопасное место для тренировки заклинаний мне надо догонять однокурсников он надеялся что ты не станешь возражать в принципе-то идея неплохая просто последнее время себастин постоянно надоедал мне с одним вопросом и я на него зал только не говори что он опять об этом как его скриптории он тебе об этом рассказал да мы говорили об основателе нашего факультета и он упомянул об этом но без подробностей да понимаешь он считает что у меня находится ключ к спасению анны а я думаю что он тесно связан с темной магией который лучше не трогать постойку ты что никогда там не был разумеется я знаю об этом только благодаря своей любимой тете ноктуа мы с ней одинаково относились к темной магии а с другими членами семьи наши взгляды не сходятся честно говоря она надеялась убедить их что идеи салазара слизариной были куда шире чем одержимость чистотой крови она узнала об этом скрипторе и решила что сможет узнать побольше о слизариной она даже нашла тайный вход в этом самом коридоре о пропиздился она постоянно писал отцу как пытается проникнуть а потом просто исчезла с тех пор никто не пытался попасть скрипторе это вызывает опасения даже если в результате мы сможем узнать что случилось с твоей тете и дело все равно рискованное тетя нокта пошла этим путем с добрыми намерениями и погибла не хочу чтобы такое повторилось но с чего ты взял что мы повторим ее судьбу кроме того ты говорил что вы с тетей схожи мыслили так мы почтили ее память ты бы узнал о слизарине о себасти на бане твоя тетя отправилась туда одна а мы пойдем вместе исправимся я же к чему ты клонишь должен признаться тебе удалось меня убедить я не думал что это возможно хорошо я открою тебе что знаю с бега за себастином я подожду надеюсь мы не пожалеем а ну видимо это надо хуйню поджечь будет всю скрипторе можно упасть с помощью этих жаровень значит теперь ты готов поделиться а мне не рассказал даже когда я умолялся об этом ты тоже не сказал мне что я хотел услышать открыть вход поможет тройка а три головы лучше чем 1 вообще-то две головы лучше чем 1 а значит и лучше чем 2 обычная математикой именис ебать-то гений короче она надо зажечь жаровни вот эти вот так понимаю да тоже ровно потухла сама собой может это подсказка а типа в каком порядке их типа врубать так это гаснет а эти нет значит она сначала вот это получается на это же не погаснет погасла что-то происходит надеюсь мы к этому готовы ну погнали темные зловещий коридора люблю такие я лучше промолчу да ладно тебе нормальная шутка упак кажется это запертая дверь думаю нужно осмотреться записка ант ногт это от ее типа тети я должна открыть им глаза наш рот не обязан заниматься темными искусствами уверенно с алазаром слизарином не все так однозначно и как только я попаду в скрипторе мне удастся доказать это я написала брату теперь он знает как найти вход но добраться до скрипторе нелегко к нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний надеюсь брат последует за мной и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков но кто а мрак так мне нужно репару конечно гений но мне надо всего лишь преснуть в эту штуку обломки сложились с изобретением человека с лицом должно быть этот голос я и слышал ну чё ребят погнали этот голос древний зловещий ты слышишь какой-то голос это началось когда тебе удалось восстановить изображение раздался шепота сказавшим не говори я змеи уст могу общаться со змеями и слышать что они говорят практически все известные змеи уст и потомки салазара слизарина жаль что не все слизаринцы могут говорить со змеями говорит на змеином языке не так уж здорово его часто связывают с темными волшебниками я не говорил на нем много лет но похоже дверь отвориться только под звуки змеиного языка надеюсь я посеял в тебе сомнения не вижу причин останавливаться прямо сейчас какая иродия покидая дома дал клятву оставить темное искусство однако вот до чего я дошел отойдите неужели приходится это делать сработало оменис у тебя и правда редкий дар с вами думая чувствую себя третьим лишним с нами двумя я да не важно прошу прощения отвлек котик выпустил его пуска бежит на все четыре стороны так здесь нет явного пути это же лабиринт салазар слизарин постаралась как можно больше усложнить задачу это кстати змея а это замок с ним используйте что прощать верхний диск и для вращения нижнего диска это не к добру слова специально наворотил сложности короче надо сейчас найти просто подсказку да какой так давайте вместо инвизина на пока поставлю лампочку пусть у нас будет лампочка лимас 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 еще один замок лимас так что то есть записка салазар слизарин немного немало потрудился спрятав скрипторе в хогвартсе боюсь заблудиться в этих темных коридорах поразительно но эти стены похоже не рады даже его потомку хорошо что есть жаровни которые дают хоть немного света но нельзя падать духом шаг за шагом я доберусь до цели в этой записки говорится о том что она заблудилась и об рожденном приеме бедная тетя но кто так и здесь еще одна жаровня да а я ее и поджигал а ну собственно вот короче кружочек и змея да во намного проще чем я думал символы сопали и ворота открылись как раз собирался сам это сделать но тебе удалось меня опередить отлично давайте сначала сюда сходим так а это видимо от этого да замок а что у нас здесь у нас здесь какое-то животное и утюг так животное и утюг сейчас сделаем снаряжи блин снаряжение заполнено серьезно но благо у меня сейчас не такие большие проблемы с деньгами иначе мне было бы конечно очень жалко все это продавать даже зеленая на всякий случай пять штучек освобожу себе сразу же так здесь нет вот этот забыл продать снаряжение ну бывает чем могу сделать так ну на зеленую зеленая пришла так кажется это связано так у нас здесь рыба и альфа рыба и альфа так рыба а это было не альфа это была какая-то другая херня еще одна записка я провалила испытание и меня хлестнуло по лицу будто настоящая змея бросилась на меня но назад дороги нет нужно продолжать путь нельзя и дальше жить по старым традициям в скриптории наверняка есть что то что поможет мне доказать наше наследие было понято неверно а вынес его а вот и чейнджу файл тетя хотела изменить семейные традиции именно за это я любил ее больше всех так ну мы идем дальше там впереди что то есть что то недоброе тревожно здесь нам нужно двигаться дальше ради моей тети кажется мы заперты здесь саларзар слизарин пока не хочет нас выпускать круто это конец я в ловушке я слышал чей-то крик и видела лица перекошенные от боли чтобы идти дальше нужно применить непростительное заклятие но даже будьте мне желание его наложить мне просто не на кого саларзар слизарин придумал невероятно жестокое испытание последнем письме своему брату я сглупила позвав его сюда если он отправится на мои поиски в одиночку его ждет гибель и все из-за меня несмотря на наши разногласия я не желаю ему зла жаль что мы расстались на такой недоброй ноте оменис оменис здесь скелет и последняя запись из дневника ногтами она пишет что оказалось ловушки не могла выйти из-за непростительного заклятия здесь здесь она и умерла мы все здесь умрем и зачем я только вас послушал оменис мне очень жаль твою тетю но я знаю что делать будет непросто ты сказал что знаешь что делать на двери изображены лица искаженные от боли а на камне высечено слово круцио думаю что дверь откроется под воздействием заклятия круциатус вот почему погибла ногтова ей не на кого было наслать заклятие из нас всех у омениса больше всего опыта с круцио это должен сделать он похоже вы хорошо логи сами не сам можешь попросить его об этом кажется немного зол на тебя ладно поговорю с ним хорошо надеюсь твоя магия сработает вы шри хатсом ликвид лак оменис у меня и в мыслях не было что мы можем оказаться в ловушке чего не скажешь о салазаре слизерине он виновен в немыслимых вещах я слышал о чем вы говорили с себастином и отказываюсь в этом участвовать круциатус причиняет нестерпимую боль мне это хорошо известно себастин немного рассказал мне о том что случилось с тобой в детстве похоже у тебя не было выбора стоило догадаться что он тебе расскажет у человека всегда есть выбор на мне лежит такая же вина как и на худших членах моей семьи не простить в мои заклятия действуют только когда вкладываешь в них всю свою волю мне нужно было хотеть причинить боль я никогда не прощу себе этого из-за этого заклятия у меня больше нет семьи вам с себастином нужно придумать что-то другое один раз наложив круцио будешь ждать об этом до конца своих дней и что теперь делать аминес отказался применять круцио глупости будто погибнуть здесь лучше чем наслать это чертово заклинание надо решить я могу научить тебя круцио или использовать его против тебя постойка ты не говорил что умеешь накладывать круцио потому что я и сам в этом не уверен умница об этом знает но не оставил нам выбора я не хочу чтобы нас постигла участь ногтвы мракс думаю что я смогу применить его если придется тут мы значит выбираем нужно нам это темная магия или нет я хочу научиться играть все круцио тосно лучше ты наложи его на меня и я наложу его на тебя ну пускай накладут и нас но я при этом хочу научиться круцио тосу я хочу научиться этому заклятию но не стану применять его к тебе давай ты наложишь его на меня я этого не забуду отлично первое запретное заклинание круцио готов да круцио ты цел ты в порядке боль была просто невыносима но ничего переживу пошли дальше у нас получилось мы нашли скрипторий салазара слизарина прямо не верится скрипторий салазара слизарина секретная и хорошо защищенная комната под хогвартсом где салазар слизарин похоже проводил много времени строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава размышляя о разногласиях которые у него были с другими основателями книга заклинаний слизарина здесь книга тебе дало чтоб найти идите дальше поглядите что там а я здесь задержусь можно посмотреть можно посмотреть пижама для сновидцев и и и боюсь мы не придем к согласию никто из них не желает слушать голос разума я уповал на то что годрик мыслит так же как и я что он понимает почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей он находится под влиянием нелепого убеждения что магло рожденные что ли зашпособны к магии как и чистокровные волшебники он пришел в ярость когда я выразил свое недовольствие на эту тему прежде чем он успел ее озвучить это утомляет я больше не могу видеть как по коридорам разгуливают юные бездари выдающие себя за ведьмы волшебников с тяжелым сердцем я покидаю это место я погружу существо в глубокий сон и оно будет ждать пока его не пробудит тот кто разделяет мои взгляды потомок желающий исправить то что они так необдуманно натворили избавитель который изгонит тех кто недостоин находиться в стенах хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие это про грязнокрова правильно ведь что скажешь похоже на книгу заклинаний невероятно вещь принадлежавшая основателю хогвартса какая честь поверить не могу что оменис никогда не рассказывал мне о своей тете и о том что ей удалось обнаружить что станешь делать с книгой заклинаний то же самое что делал с всеми книгами я собираюсь ее прочесть мы родители были преподавателями и с малых лет привели мне эту фирму но это можно делать и позже а пока миссия предлагаю хорошо смотреть эту комнату просто дух захватывает это место вызывает мне неприятно и не хочу уходить на долгу перед вами обоими без вас двоих мы ни за что не зашли так далеко нам очень повезло что мы не погибли давайте поклянемся что больше не будем в такое лезть я вижу выход это лучше я старшу что за сегодня оменис насчет твоей тети себастин не надо я серьезно давайте поклянемся что больше никогда не станем связываться с темной магией понимаю мне очень жаль что твоя тетя погибла оменис думаю после всего случившегося я благодарен за то что удалось узнать о ее судьбе спасибо тебе а это прямо кстати у входа с лизарин а мы там больше ничего не можем лучше там типа а вода кедавра там все это вот хуйня не нельзя я хочу выучить изгинание но я не хочу принять их против союзников хотя возможно савада кедаврой получится немножко по-другому потому что все таки если его использовать то человек ведь умирает а что здесь такое видимо подожди давай-ка мы назначим круто сюда попробуем ты чё сделал короче пускай будет везде вот этот нельзя смотрите-ка на сюда мы просто так пройти а или это закрытая херня то есть больше мы туда не пройдем ну мы ж типа оттуда пришли по идее сюда ну ладно одно непростительное заклятие мы с вами выучили возможно серию я так и назову какой-нибудь крут свой или круциатус так что у нас по заданиям получается теперь надеюсь второго найдите место второго испытания хранителей потерянный ребенок 13 лун учись домового эльфа кстати давайте с диком поболтаем он же там что-то хотел от нас еще в прошлой серии даже в позапрошлой я вообще про него забыл по в прошлой серии это было что-то он с нами хотел поболтать но профессор узле по крайней мере об этом сказала а чё по поводу чего привет дик профессор узле сказала что ты хочешь рассказать мне больше откатском станке а здравствуйте да касательно этого у дикого из них ламы солен а это что такое кажется комната решила что у вас он существам нужно больше места дик хотел сказать вам что у него есть идея как испытать одежду зачарованную на этом станке а может быть заодно помочь старому другу дика о чем одного домового эльфа по имени топс хозяин отправил выжимать пиявочный сок в пещере недалеко от хогвартса хозяин запретил топса выходить из пещеры а дик знает что в ней полно полуков какой ужас да дик давно не получал вести от своего друга одежда которую вы зачаровали на хортом станке обладает полезными в этой ситуации свойствами дик подумал что вы могли бы навести топса и заодно испытать ее что раз поиски топса также позорит меня испытать свою зачарованную одежду то можно попробовать спасибо вам расскажите дико если сможете что-то выяснить о его старом друге участь домового эльфа а типа не надо сначала найти и только потом да давайте идентифицируем наши шмотки господи какое же говно почему мне такое говно дают ну серьезно это же бредятина подожди так там шарф был родина это херня без под китайской жующей капусты повышает с помощью инсендия шарф снижает рон получен от вернала повышает урон наносимый проклятым целям как не их сука проклясть снижает урон получен от темных волшебников это конечно прекрасно у меня от наряд по моему самый топовый повышает рон всех заклинаний с высоким уроном ну то есть концентрация один прям топ возможно давайте мы кстати и попробуем улучшить попробуем вот это нам нужно вроде да посмотреть обновление перо болтрушайки и увеличит нам атаку на 6 еще давайте а теперь мех нюхлера и жабьи бородавки ага концентрация 1 блин он не выучил меня концентрация 1 повышает урон наносимый с помощью петрифику статалус повышает урон наносимый с помощью чар инсендия инсендия это то что у нас по кругу да огонь такой пламени у нас это получается напяли на вещь инсендия это повышает урон давайте посмотрим характеристики и мех пушишки используем чтобы поставить сюда тоже инсендия 74 нападения шарфа вот пока лучше всего поэтому сюда тоже поставим от инсендия мех пушишки всего лишь что это вообще ни о чем и повышает скорость заполнения индикатора древней магии давайте обновим во первых 6 атаки у нас будет у нее скорость заполнения индикатора древней магии а можем также поставить инсендия давайте инсендия инсендия и перчатки у нас еще да тут просто надо поставить инсендия хотя перчатками больше других нормальных нету да прям грустно на самом деле о мех лунтеленка кстати давайте и поставим сюда инсендия мех пушишки как-то так у нас теперь получается давайте заглянем аааа к нам сюда управление тварями так мне нужен летелёнок пушишка так аааа каа нет стой так вот кормить захватывать и инс пускай здесь будет надо мех пушишки нам в общем то с вами сейчас налутать немножечко и болтрушайку тоже типа лишним не будет тварь давай готовься так мне нужно призвать болтрушайку так мех пушишки собрали ну давай до хауи уже так все перо болтрушайки тоже собрали давайте заглянем наверх я вам покажу что такое привет дик покажу как собственно сюда выкидывать животных классно кстати так пушишку сюда помещаем единорога однозначно нюхлера нюхлера можно еще одну пушишку да кстати я могу сюда получается крылану или коллига кстати я вам еще не показал все таки разобрался нам уже дали этого самого фестрала вот она у меня могиле она в моем инвентаре так скажем лежит ну давайте пушишку сюда отправим наверно и коллига возможно крылану еще можно могиле подожди подожди а то есть если я крылану уберу ты чё делаешь кого куда ухоженно не ухоженно подожди предел биологического вида а что за биологический вид это фестрал это видимо единорог могу теперь фестрал добавить во фестрал дарова чё ты даешь теперь похавай немного волосы фестрал ну кстати неплохо а теперь так как ты ухоженный иди обратно ха 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 вот такой вот я дерзкий так получается носорога сюда отправляем и вот этого тьфу носорога выбрать а можно отпустить дикую природу кстати ну крылану жалко отпускать а кстати я крылану отпустить не могу собственно как получается и коллега я их не могу отпустить живую природу так где пушишка стоять блять мне нужны ваши пушишечи меха так ты хаваешь значит надо помыть а тебя а ты помылась да тебя покормить а ты можешь побыстрее есть пожалуйста так три меха пушишки еще три меха пушишки так шикарно получается смысле тварь не готова взаимодействию почему давай быстрее ешь теперь помоем тебя и давай свои волосы единорога ли что-то там даешь а почему я не могу с вами взаимодействовать то ребятки а вот теперь могу чё за херня так а теперь что надо что-то построить а как здесь что-то строить скорее всего а подожди скорее всего нам нужно сюда вот так вот пас к ну пусть будет так так предметы для тварей кормушка для тварей вот вот пусть будет поближе как-нибудь ну пусть будет здесь пусть будет здесь ну и кормушки не знаю нахера правда а максимального бюджета для этого типа предмет то есть только одну кормушку мог сделать да так а декорирование ой господи и тут тут прям чё хочешь что и делай так хорошо подожди а там еще большие предметы что ли были лесной холм огромное дерево то пускай будет почему нет детали для строительства какие-то лестницы а зачем лестнице покрытие для пола лесной настил булыжник грязь песок слякоть скала чего кого зачем так кормушку у вас есть это правы терпитаетесь по кд да будете давайте заскочим тогда еще в наш соседний виварий так скажем еще и там поставим им кормушку заодно проверим теорию работает лето если я их не кормлю приметы для тварей и рак а чё вы не хаваете ребят там кормушка ты идешь кушать о ты ешь не у реально прикол так теленки и так далее вы чё пока он короче похавал мы там бац типы помыли его сразу иди жри а ты пожрал уже а ты чё не ешь иди ешь вон еда ом-ном-ном-ном-ном-ном какой-то бесполезный гипогриф лана покормим его тогда пойду а покормим конечно вот сверху кормили собрали пироги по грифа и погнали отсюда так с животными разобрались до хера всякого взаимодействовать что могу сделать у нихера все могу сделать изделить больших сундуков с добычей показывает на протяжении одного игрового дня интересная сделка для того чтобы бегать по ходу все это изучать зелья максима давайте надо делать здесь зелья максима так ты куда ты чего и здесь зелья максимум пускай у нас будет еще три сделки максимум будет их всего получается 7 в случае чего нам все такими пользоваться на 20 секунд усиливается увеличение урона прикольно 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 пока мандрагора пусть она все-таки будет здесь так а пока мы найти пещеру они надо сначала дождаться зелья максима нашего ну давай 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 то осталось то чуть чуть бац бац готова бац готова еще пять секунд и пойдем искать пещеру эту так по карте это куда нам карта мира соответственно так слушайте а для усиления что нам нужного это самое чтобы просто понимать так нет нам сюда для усиления допустим и не знаю ну вот этого типа посмотреть обновление дожди мех нюхлера и бородавка то есть не нужен нюхлер и бородавка еще давайте сначала слетаем за нюхлером и бородавкой тем более что возможно где-то рядышком они там и есть единорог лун теленок бородавка ну кстати может быть нам сюда за сначала за жабой за скотчем а потом нужен нюхлер причем нюхлера желательно 2 и 2 жабы нюхлера 2 жабы так а у нас же нас здесь вот короче а для поимки все есть инвиз и эта херня шикарно какой в жопу люмус ты чё мне нужно две бородавки поймать ну две эти самые так жабу поймали мне нужно вот сюда это короче поставить инвиз сюда левиоса вот сюда чтоб типа левиоса и забрал ее так куда жабы делись а вон одна еще для плавать не умею незаметно сейчас мы по-тихому сделаем большая пурпурная жаба вот так вот короче живу ловится животные пока они в левиоса они вообще беспомощны так и теперь мне нужно еще нюхлеров с нюхрами будет потяжелее потому что я их что-то на карте помню особо много помню вантилена гиппогриф пушишка вот нюхлер мы можем сюда короче ты пахнуться нам нужно еще два нюхлера чтобы они нас одновременно варили по двор с чтобы мы могли две шмотки собственно делать так а нам немножечко вот туда так нюхлером и я один раз вот уже ловил но я в итоге его продал потому что подумал что типа нахер он нужен он оказывается пиздец как нужен так здесь два нюхлера как раз таки еще один нюхлер а куда второй сбежал а вижу его от аккураток далеко то не надо туда идти надо туда ходить вообще а вон нюхлер так животное мы с вами поймали собственно прыгаем на метлу и уебовывать все вот так вот незаметно мы с вами прям как ниндзя проскочили быстренько летим до этой пещеры посмотрим что там с этим другом плюс у нас научат как-то вчера на зачаровывать всякую херню и нам надо почаще нападать на бады катарбандистов вот этих потому что там краски будут рецепты вот этих вот наложенных различных чар на одежду и мне бы желательно найти тоже точно такие же которые типа там вот у меня вот сейчас на плаще или на чем в общем-то которые будут нехерически усиливать наши самые мощные заклинания довольно интересная серия так суп муромокля пещера предельщиков здесь будут у нас естественно паучки поэтому наши новые заклинания прям прям самое то что нужно так пиявочный сок о че это такое топс ты собрал на три флакона меньше чем требовалось ты знаешь что это значит это значит что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающие зелью симуса из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды и не забыть наказать себя неподоподобающим образом когда я вернусь за новой партии места твоей идиотской улыбочки рассчитывайте окровавленные бинты а если следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше то лишишься не только еды хозяин топса просто ужасен это блять факт давайте-ка мы сюда может можем непростительное заклятие прям сюда ебануть прям максимальный дэмэдж топс я дико ты тут какие-то пучки внизу видимо так малиновый цилиндр кстати цилиндр лучше чем золотая херня которая на нас ну ладно круто а это типа вот они про проклятые до куда он не такой приличный в общем то я теперь понял что значит проклятые цели то есть если мы насла на них проклятие тот же самый круто правильно те рассуждаю допустим смотрите мы насылаем на него круто и при нанесении урона одной из проклятой цели наносит урон всем проклятым целям то есть если у нас очень много противников не все жирные но можем круто короче допустим три цели проклясть и собственно пинать любую цель и она будет отображаться роман на другой а столбине наказывает на врагов тот же эффект экспилиармус тот же эффект флипен да тот же эффект мой эффект проклятие сохранится на враге значительно дольше пусть будет а дальше ареста моментум выпускается снаряд который накладывает проклятие при попадании по врагу находящемуся под действием круто выпускается снаряд который накладывает проклятие на цель поблизости вот это надо это мы берем будем таким темным добрым магом так сундучок не пропустим дайди короче отсюда да ты издеваешься блядь дай мне этот ёптую суп так там больше ни хера нет походу это там дальше будет ладненько пауки пока нас не атакуют круто а где еще паук я чё-то не понял кажется топ здесь давно не бывал видимо отправился в пещеру о нем типа хозяин забыл что ли вообще ни хера он ублюдок короче паук в это время вообще ни хера делать не может потому что ему очень больно но паук это паук это животное хотя черта узнает может и животное но круто очень долго откатывается поэтому но с этим то есть пор под поклятием был так нам на сначала так но нам наверх точно поэтому сначала сюда зайдем ваши ячейки снаряжения по так как да блядюс того когда успели то а я ж так и не продал елы-палы ну что ты будешь делать я главное чекнул такой типа и надо продать много продал интересно нет но благо сейчас за деньги я особо говорю не переживаю потому что деньги есть благо понабегался там по этим сундучкам различным нашел продавал шмотки также после фармов которые были так что в принципе ничего страшного можно эти 60 пережить тем более что эти 60 превращаются в 90 что как бы потенциально неплохо я не спорю что это могло быть намного лучше так там мы были нам сюда известный для спины кстати об пробираемся здесь здесь маленькие паучки на нас не нападают дальше нам наверно все таки сначала в тупичок нужно зайти за этой сумкой бирюзовый шарф шестеренка минусы тоже неплохо опять-таки 60 превратились 90 так спускаемся вниз здесь будут какие-то пауки видимо о здесь прям здоровый какой-то паук ну флипен да прям четко а а ты где а вот и давай с тобой мы закончим а я случайно с этих улицу его ебану 27 уровень кстати между прочим отлетел просто как говно какое-то так чё по записке хозяин если вы ищите топса то он ушел вглубь пещеры потому что здешних пиявок он выжил досуха топс надеется что хозяин дождется его возвращения там куда отправился топс для хозяина слишком опасно и остерегайтесь пауков как-то не слишком он надеживает да блять с тобой согласен полностью вообще прям максимально упоротый хозяин у него был это прям как удобе знаете так там ничего нету поэтому мы ползем собственно дальше по этой пещерке кстати мы уже близки вроде как а может быть и нет так что у нас здесь какой-то типа босс местный да а ему нифига кто меня атаковал то сзади это акромантул какой-то мандрагору а ты чё мандрагор то не используешь а это типа нужно ебать давайте на древней магии все-таки на него бабах не вам что тут мелкие паучки меня просто вымораживать на самом деле ну как то так четырьмя заклинаниями всего четырьмя заклинаниями так лично что девочки мурмак ли так нам туда видимо нужно поэтому сначала заглянем сюда естественно потому что здесь вон сундучок висит вот блять ваши ячейки снаряжения запомнили да что ж ты будешь делать то а чё мне удалять то удалять то больше нечего ну по 90 разве что ну ладно будем по одной штучке удалять поисках типа голды так а здесь мы поэтому прям почему-то здесь залезь не маш теперь пролезть можем так хорошо двигаемся дальше это видимо то самое место кажется этот мою эльфу есть топс а он не умер надеюсь если вы найдете хозяин тела топса значит большую паук оказался слишком силен топс подвел вас и служил такое наказание топс чувствует слабость хочется спать топсу нужно бедный топс совсем один и только пауки повсюду вот уебище блять ну вот нахуя таким быть вот взял ты животное себе образно говоря в чем твоя проблема нести за него ответственность нахуя ты посылаешь его угнетаешь его я понимаю что это так бля как нам отсюда выбраться то забираешься сюда на лодку можешь забраться алло пизда рулям тут даже бесполезно хотя там сундучок есть смотрите ка вообще до него доберемся или это выход из пещеры они здесь еще какой-то сундук а я же теперь здесь не был рассказать дико о его друге блять да что же с ячейками то не хватает нам так и хочется взять и вернуться сюда обратно так хорошо уничтожаем еще две ну вдруг голду вдруг голду достанем синий кожный присяг кстати немного лучше чем были кажется основа входа в пещеру но я вроде только один сундук не забрал поэтому в принципе то да и похеру веники жалко конечно дико его друга чё поделать такова судьба к сожалению его оказалось поэтому мы сейчас в первую очередь отправляемся в хоксмит в хоксмит мы отправляемся вообще к ближайшему первому привратнику чтобы продать ему что мы там набрали 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 давайте сначала туда посмотрим может мы что-то можем на себя напялить получше по перчаткам чё ну грусть таскает сейчас по перчаткам по мордасе тоже не особо классно по шляпе есть шляпа типа броня лучше на 9 но это опять его качать броня особо сильно там не повлияло в итоге наверное нет здесь у нас повышает урон наносимый проклётым целям кстати довольно интересно но при этом нападение на тройку станет хуже и это мы еще при этом не качали то что он у нас напялито в общем по шарфам здесь тоже крайне так скучновато здесь тоже скучновато то что у него наружная шмотка да я сомневаюсь что вообще нам нужно будет полезно она а вот эта шмотка возможно будет топовая но пока что мы продаем все кроме знака вопросика голдового потому что некуда некуда столько снаряжения запихивать надо что ли вне записи на испытаниях Мерлина побегать ну не знаю мне кажется что так возможно будет получше так продать 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 я продать 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 так животных мы поймали теперь можно в принципе портоваться в хогвартс получается вручая комнату наверное я выкину сейчас этих вот в нюхали или как они там называются сейчас я выкину их сюда так жабы нельзя сюда выкинуть а нюхлеры тоже нельзя чем быть угараете предел этого биологического вида продайте твари в магазине клюв чтобы судить место для этого вида вивария так вожжи в смысле а там я смогу тут я смогу а вот нюхлеров здесь смог выкинуть так нюхлеры мои уважаемые тебя покормить и тебя покормить а пока вы идите мне надо сюда применить чистку чтобы быстренько вас еще и почистить и с вас собрать нужные мне ресурсы тек теперь тварь готова взаимодействию мех нюхлера слышь алло собрать вот теперь другое дело так у вас чё две минуты у вас там всему этому самому а кто тут еще есть кстати есть еще один нюхлер ну-ка призовем его тебя помоем и еще так а почему я жаб не могу закинуть жабы это кто получается кто с ними там близко мне просто жабы нужны сейчас попробую кого могу отсюда выкинуть мне кажется вантеленок возможно не отсюда типа переместить его в инвентарь да и жаб кинуть хорошо ты почему к взаимодействию не готова так теперь готова а то уже поела что а ты сама пошла жрать блять охуеть тебя может так жаби бородавки а почему если ничего не могу забрать алло они все кого меня столпились то что хотят чтобы я их это самое помыл так мужа получается все покормил грифон там пускай летают как то так в общем следующей серии начнем на нас а шмота хотя давайте сначала обнаружим что у нас там о элегантная форма с рубашкой и галстуком давайте посмотрим на ее статы сразу же 29 защиты сверху снижает урон полученный от троллей а у нас сейчас повышает урон тех заклинаний с высоким ударом а с высоким уроном слушайте но я считаю что 29 защиты не лишние пока я ее естественно оставлю тем более на прям на нашем уровне получается на 26 в общем то продолжим следующей серии всем ребят большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал стрелок и пишите комментарии давайте про колокольчик чтобы не пропустить следующие серии каждый день в 12.00 и 20.00 всем спасибо за внимание даже интереснее всем пока и